22 участковых инспектора работают сегодня в Левобережном отделе полиции Усть-Каменогорска, на чьих плечах лежит ответственная и трудоемкая работа. Наши корреспонденты ознакомились с трудовыми буднями тех, кто охраняет покой горожан и поддерживает порядок в областном центре. Быть на страже закона не просто высокая честь и престижная работа, но также дело, требующее большой выдержки, стрессоустойчивости и сильного характера. Участковые – основное звено в системе профилактики правонарушений. Именно они на постоянной основе лично контактируют с населением, следят за правонарушителями, семьями, находящимися на учёте. Стражи порядка рассказали ещё об одной не менее важной задаче, стоящей перед ними. Условно достаточно особо ждём. С 22.00 до 6 утра нельзя покидать жилище, нельзя посещать в усилительные заведения, кафе-бары и так далее. И выехать за пределы города Секемногорска без разрешения, письменного разрешения руководства Левобережного отдела полиции. Проверяется участковыми инспекторами. В случае обнаружения, что их дома нет, составляется соответствующий акт. Отбыл 11,5 лет, досрочно освобождён был, оставил 5,5 лет, условно досрочно. Сидел, как сказать, зная за что, никому не винил. Правоохранители рассказывают, что актуальной в их работе также остаётся проблема с бесконтрольным выпасом скота, что представляет опасность для водителей. Животных помещают на специальные штрафстоянки, где они находятся до тех пор, пока не удаётся найти хозяина. Кражи скота, в том числе в крупных размерах, происходят чаще всего как раз из-за беспечности самих хозяев, оставляющих животных на вольном выпасе без присмотра, отмечают стражи порядка. «После отлова животных мы составляем протокол по пунктам 1 и 2 статьи 408 Кодекса административных правонарушений Республики Казахстан. После мы ищем хозяев и проверяем паспорт, ветеринарную прививку, клеймо или серёжку на ухи. После проверки можно уже передать животное хозяину». Участковые Левобережного отдела полиции проводят множество профилактических мероприятий, в том числе направленных на пресечение правонарушений в сфере бытовых отношений, посещая проблемные адреса неблагополучных семей. Правоохранители проверяют матерей-одиночек, многодетные семьи, которые состоят на учёте. «Приходят, смотрят, что их не работа. Они приходят, проведают, смотрят, что ребёнок нормальный. Я работаю в КСК дворником. Ещё подработка у нас тут. Я старым людям помогаю в магазин сходить, ещё что-нибудь. Я помогаю кому-то что-то мусор вынести». Если замечания со стороны стражей порядка не будут исправлены, уполномоченные органы могут забрать детей. «Мы проверяем, ходит ребёнок на занятия или нет. Придя домой, выясняем, есть ли условия для ребёнка, есть ли место для сна, еда. Проводим воспитательную работу с родителями. Всегда находимся на связи со школой. В случае поступления жалобы от директора, классного руководителя, приходим и проверяем. Выясняем, по какой причине ребёнок не ходил на занятия. Стараемся во всём разобраться». Отметим, за последние годы был внесён ряд изменений в законодательство, повышен статус участкового инспектора полиции и расширены его полномочия.